Только что к нам поступил материал, посвященный раскрытию сути и значения подписанного президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мерзьюевым постановления о мерах по усилению правовой защиты кредитов и совершенствованию механизмов финансирования предпринимательской деятельности. Его подробности в нашем специальном материале. Ни один инвестор не будет вкладывать финансовые ресурсы в какие бы то ни было заманчивые проекты, если не будет обеспечена правовая защита его интересов и гарантия извлечения прибыли. А при нынешних темпах экономических реформ в Узбекистане потребность кредитных ресурсов, привлечения инвестиций и новых механизмов финансирования передовых предпринимательских проектов будет только возрастать. При этом система удовлетворения требований кредиторов, обеспеченных залогом и стоимости заложенного имущества, являющегося гарантом возврата кредитных средств, отстает от необходимых стандартов и вызывает все больше нареканий, поскольку снижает возможность привлечения дополнительных ресурсов и затрудняет воплощение полезных бизнес-инициатив. Нельзя не отметить, что позитивные сдвиги в сфере кредитования все-таки происходят. Так, в результате принятых в этом направлении системных мер, за последние два года значительно возрос масштаб кредитования банками инвестиционных проектов. Кредитный портфель увеличился более чем в три раза. В рамках программ развития регионов для более чем 6 тысяч проектов выделены кредиты на 27 триллионов сумм. Но, как было отмечено на состоявшемся накануне под председательством главы государства видеоселекторном совещании, наряду с положительными результатами наблюдается и ряд проблем в банковской системе. Об этом свидетельствует и поступление в текущем году виртуальную и народную приемные президента свыше 24 тысяч обращений касательно банковской сферы. Многие из них относятся и к рассматриваемому нами вопросу. Ситуация такова, что на практике банками и иными кредитными организациями в качестве залога в основном принимаются только недвижимое имущество или ликвидные транспортные средства. Из-за недостаточных правовых механизмов защиты кредиторов не применяются механизмы залога товаров в обороте или последующего залога даже в тех случаях, когда стоимость предмета залога намного превышает размер кредита. Из-за того, что действие законодательства не регулирует вопрос контроля перехода от собственника от одного к другому, данный вид залога обеспечения не принимается кредитными организациями. Законодательство не позволяет оформить обеспечительные сделки без каких-либо детальных описаний имущества. Тут несколько проблематиков. Первое – это сложность оформления обеспечительных сделок, в том числе залога. Во-вторых, имеется разный вид обеспечительных сделок в правовой среде. И из-за того, что они регулируются по разным направлениям, появляется сложность в оптимизации и оценке рисков при выборе метода финансирования. Эти факторы становятся причиной дефицита кредитов и инвестиций, их высокой стоимости, то есть процентной ставки, в иностранной валюте. Постановление главы государства о мерах по усилению правовой защиты кредиторов и совершенствованию механизмов финансирования предпринимательской деятельности направлено на устранение этих недостатков. Согласно принятому документу, с 1 января следующего года удовлетворение требований кредиторов, обеспеченных залогом и стоимости заложенного имущества, осуществляется в календарной очередности по дате внесения в залоговый реестр записи о своих правах на имущество должника в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником своих обязательств. Система правовой защиты инвесторов укрепляется за счет введения еще одной нормы, согласно которой кредиторы-залогодержатели, внесшие в залоговый реестр записи о своих правах на имущество должника, получают преимущественное право на удовлетворение своих требований перед кредиторами-залогодержателями, не внесшими соответствующую запись в залоговый реестр. Кроме того, кредиторы, финансировавшие приобретение имущества под его обеспечение, имеют преимущественное право на удовлетворение своих требований за счет данного имущества после внесения соответствующей записи в залоговый реестр в связи с принятием данного постановления. Последующий залог допускается после внесения соответствующей записи в залоговый реестр без получения согласия предыдущего залогодержателя. Передача в аренду предмета залога залогодателям допускается без согласия залогодержателя после внесения соответствующей записи в залоговый реестр, соответственно, с последующим уведомлением об этом залогодержателе. Благодаря этим решениям создается прозрачная и единая система очередности погашения требований кредиторов, распространяемой на всех по принципу. Первый по времени регистрации, первый по приоритету. Вполне справедливо, как и в следующем нововведении, устанавливающем единые нормы правового регулирования для всех видов обеспечительных сделок относительно обращения взыскания на имущество, выступающее обеспечением исполнения обязательств. Действуящее положение не позволяет вести одинаковый подход при обращении взыскания на предмет залога или иного имущества, которое является предметом обеспечения исполнения обязательств должника перед кредитором. Например, залог взыскивается одним порядком, лизинг взыскивается другим порядком, другие виды обеспечения, как, например, при купле-продаже с рассрочкой товаров, взыскиваются совсем иными путями. И это создает на рынке обеспечения разные подходы, и кредиторам очень тяжело. Приходится оценывать свои риски. После вступления в силу данного постановления, все эти виды обеспечения будут взыскиваться одним порядком. И для кредиторов это создаст возможность четко определить очередность требований своих прав. Сфера правового регулирования взаимоотношений кредиторов и должников будет видоизменяться. При действующем в настоящее время порядке искового производства, при рассмотрении дел о взыскании движимого имущества, сроки рассмотрения и длительность проведения процесса до дня принятия окончательного решения занимает значительное время. Требует финансовых затрат, приводит к утере ценности залога. С принятием данного постановления вводится новый механизм института судебного приказа, возмещение имущества, при котором в случае, если между кредитором и залогодержателем существует письменная сделка, в случае неисполнения обязательств кредитором перед залогодержателем, имущество будет взыскиваться на основе судебного приказа. Предусмотрены и другие новшества, упрощающие процедуру финансирования. Раньше при передаче в залог имущества объем договора мог составлять несколько десятков страниц. С принятием нового документа сделки, предусматривающие имущественное обеспечение и исполнение обязательств, в том числе договор залога, могут быть заключены путем общего описания предмета имущественного обеспечения и исполнения обязательства без детализации, как это принято в развитых экономиках мира. То имущество, которое кредитор вносит в залог, оно не будет идентифицироваться по отдельности, а будет указываться максимальная сумма данного имущества и идентифицироваться в полном объеме. К примеру, если кредитор ставит в залог 500 компьютеров, будут идентифицироваться не каждый компьютер по отдельности, а компьютеры в общем, и указывается максимальная сумма данных 500 компьютеров. Постановлением ряду ведомств даны поручения, касающиеся совершенствования механизмов финансирования предпринимательской деятельности. Центральному банку, в частности, предстоит разработать предложение о снижении в два раза размеров плат, взимаемых с юридических и физических лиц, за внесение записи в залоговый реестр, а также за выдачу выписки из залогового реестра, которые в настоящее время составляют 20% и 10% от минимального размера заработной платы соответственно. Будет также подготовлен проект закона, предусматривающий реализацию норм и требований настоящего постановления. В целом же указанные меры, призванные положительно повлиять на развитие финансового сектора, рынок капитала, а также привлечение дополнительных инвестиций в экономику и увеличение финансирования малого бизнеса в нашей республике. Реализация предусмотренных постановлением новшеств позволит также добиться дальнейшего улучшения инвестиционного климата в нашей стране и укрепления доверия инвесторов к Узбекистану на новом этапе его экономического развития.